Эти прыжки – часть программы спортсменов Екатерины Шестаковой. Сейчас они готовятся к соревнованиям. 3 мая поедут в Барнаул, надеются получить свои первые награды. Уровня их подготовки пока достаточно, но со временем гимнасткам будет все сложнее составлять конкуренцию. И главная причина – зал для тренировок. Здесь нужны потолки, а их нет. Высота потолков более 5 метров. Третье – нежелательны вот такие балки, потому как площадка должна быть общая 14 на 14 для девочек художественной гимнастики. И пол, покрытие нужно тоже, чтобы было деревянное. Сейчас три группы гимнасток занимаются в этом зале. Это коммерческое помещение. За его аренду просят 100 тысяч в месяц. Занятия тут проходят каждый день. Клуб работает в убыток. Для профессионального спорта помещение не предназначено. Низкие потолки, кафель на полу и колонны. Такие условия еще как-то подходят для занятий с малышами, но старшим девочкам здесь уже тесно. Для наших детей, вот 11 лет, конечно, не хватает. Нам надо работать с предметами, а мы не можем работать, потому что потолки очень низкие. Занимаемся только без предмета пока что. Конечно, хочется, чтобы нам что-то выделил город. Хотя бы спортзал в школе. Кстати, к администрации Новоалтайска руководитель коллектива обращалась уже не раз. Место для тренировок она ищет с 2015 года. В мэрии города Спутника нам ответили, что письма видели и с тренером свяжутся. Но пока... Тяни носочки. Выпрямляй. Наверх. Выпрямляй сюда. Семь. Восемь. И в окошко. Раз. Два. Клуб открылся месяц назад. Еще месяца нет. И за этот месяц довольно-таки уже много они научились чему. Екатерина Викторовна, она как тренер вообще, ну, профессионал своего дела. Екатерина Шестакова – мастер спорта по художественной гимнастике Республики Казахстан. Она тренировала спортсменок в Якутске. Многие из них добились успеха. Нынешние родители и воспитанниц тоже настроены серьезно. Для многих грядущие соревнования по гимнастике – дорога в профессиональный спорт. И если не вмешаются ответственные взрослые, для детей эта дорога может стать бездорожьем. Дорида Миллер, Николай Шилко. День с толком.